Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Дмитрий Корнячук на связи прямо сейчас. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте, всегда рад общению нашему. Крым, Ялта 2023 и фотография солдата, выныривающего из воды. Главное управление разведки намекает. Данилов пошел дальше. Он, собственно, 12 пунктов изложил, среди которых переименование Севастополя в объект номер 6. К чему все это, Дмитрий? Как вы восприняли вот такие, даже не намеки, а уже прямые посылы к деоккупации Крыма именно сейчас? Мне чем-то Данилов напоминает экс-президента России Медведева, который тоже сидит в СНБО, только российском, да, и занимается генерацией подобной же провокативной дичи. У меня вообще такое ощущение, что те люди, которых отправляют в ссылку, а это иначе ссылкой не назовешь, в СНБО, вот им там больше делать нечего, кроме как вот для того, чтобы о них вообще кто-то помнил, да, делать какие-то провокативные заявления, не имеющие никакого, собственно, отношения к реальности. Я, в принципе, считаю, что Данила может с Медведевым в дискуссию вступать и друг другу вот эти вот посылы давать. Но я думаю, что на самом деле сейчас как раз ему Медведева ответит, что вместо переименования Севастополя мы придем переименуем Киев, но они нашли друг друга, собственно. Ну, если отбросить вот эти все, как бы, всю эту болтовню, то на самом деле это очень технология отвлечения людей и переориентации информационного пространства на те вещи, которые людей не должны волновать, отвлекая от тех, которые людей волнуют. То есть вы посмотрите, да, тема контрнаступления практически ушла с информационного пространства. И что там обещали, что вот оно уже должно почти сейчас начаться и так далее, да. Его вот мастерские сомфоропространства убрали. Точно так же практически убрали тему происходящих событий на Донбассе. И Бахмут, Авдеевка, ну, как-то вот оно всплывает иногда в новостях, но в основном нас пичкают другими веселыми историями, там, Лавра, лекарства по рецептам, вот теперь Данилов с переименованием Крыма и так далее. То есть когда я вижу вот такой вот плотный информационный поток всякой дичи, как я это называю, да, значит, где-то все очень, скажем так, плохо, и надо от этого отвлечь наше внимание. Из чего я говорю, что, к сожалению, да, никакое контрнаступление не готовится. К сожалению, на Донбассе не все так радужно, как пытаются нам описать и нарисовать. Но чтобы люди в эту сторону не смотрели, должны обсуждать Данилова с его планом, там, декупации Крыма, переименование в Севастополе и так далее. Как раз на неделю обсуждений в СМИ сейчас это подхватят в России, и в России будут кричать, ага, видите, они всегда ненавидели Крым, поэтому мы правильно сделали, что Крым аннексировали, и будем его удерживать, иначе придут злые бандеровцы и начнут там все переименовать. Ну, собственно, вот эта вот технология передавания паса, причем совместная технология, все один в один, как я напомню, произошло после Майдана первым делом, и для общества это на самом деле было непонятно, почему это произошло, да, сразу начали там отменять закон о языке, и показывают, что сейчас начнется там некая мифическая украинизация, ничего тут, русский язык будут пересылать и так далее, хотя на самом деле никто это делать не собирался, да, но это послужило поводом для начала аннексии Крыма, потом войны на Донбассе и так далее. Поэтому, к большому сожалению, большинство вещей, которые делает наша власть, это сознательно или несознательно, да, согласовано или несогласовано, да, но как-то выходит так, что они, все вот эти вот провокативные вещи, которые на самом деле не нужны сейчас, они в какой-то степени подыгрывают Кремлю для того, что Кремль вот показывал, что, ну вот видите, мы же вот, вот все говорят, что мы там агрессоры и так далее, а видите, ну они же неадекватные, они же хотят тут всех русскоязычных в Крыму там к стенке поставить и так далее, ну, провокация обычная. Да, но смотрите, Марк Милли сделал заявление по Украине, ну, как бы не опираться на его слова о том, что Украина вряд ли добьется полного выхода к границам, в этом году так уж точно, вот это очень резонансное и такое мало замеченное, что ли, заявление, а ведь Марк Милли вместе там с Салливаном и, скажем так, другими военно-начальниками, они вот на прямой связи, на прямом контакте с Офисом Президента, с Залужным, с Верховным Главнокомандующим, и там несколько было и созвонов, и по видеосвязи, ну понятно. Просто получается, что, ну, как бы узнавать о том, что происходит и какие на самом деле планы, приходится от американских спикеров, а они же вроде как далеко, за океаном, нужно доверять своим. Это какой-то, ну, скоординированная история. Как только стало понятно, что там выходить на границы 91-го года не получится, об этом говорит Милли, нужно заявлять диаметрально противоположное, еще более там сенсационно говорить, как мы будем демонтировать Крымский мост и открывать судоходство в Азовском море. На ваш взгляд, все-таки, что кроется за этой ширмой и дымовой завесой? Вряд ли, наверное, Донбасс, как таковой, есть, наверное, вещи куда более глобальные. Что вот, какие версии у вас? Ну, начнем с того, что генерал Милли, это вообще-то начальник американского генштаба, да, это не просто генерал, это не просто какой-то там генерал какой-то, знаете, который не находится, давно уже списанный в утиль, как любят американские генералы, давать какие-то комментарии американским СМИ и рассказывать о том, что вот сейчас, в любой момент, можем всех побороть и так далее, да. А генерал Милли, это тот человек, с которым, и мало кто об этом знает, да, координируются все военные действия нашим генштабам и заложным. То есть ни одна военная операция в течение всей войны не проводилась без координации с американским генштабом. По той причине, что американцы дают, ну, мало, но хоть какое-то оружие дают, и, соответственно, они имеют полное право давать команды, где можно наступать, где нельзя наступать, и доходит даже до смешного, именно американцы дают команды и разрешение на использование хайберсов. В западных СМИ, кстати, проскочила эта информация, но потом как-то ее благополучно быстро убрали, чтобы зраду не разводить. Это по поводу того, почему хайберсов нету по странному стечению обстоятельств сейчас на Донбассе, где они наиболее нужны. А хайберсы находятся на юге, где они, по сути, не нужны. Они-то просто стоят и не стреляют. Для каких-то там, ну, непонятно, каких-то целей там некого якобы готовящегося контрнаступления. Дальше. Мы должны понимать, что генерал Мили, помимо того, что находится на постоянном контакте с залужным, с ним были согласованы наши контрнаступления, которые проходили в прошлом году в Харьковской и Херсонской области. Ну, как согласованы? Учитывая, что генерал Мили одновременно находится на постоянном контакте с зловой российского генштаба Герасимова, и это не секрет, они постоянно находятся на созгоне, точно так же, как голова Пентагона Остин постоянно общается с Шегу. Все это меня постоянно наталкивает на мысль, и это подтверждало. Однажды летом прошлого года, когда мы хотели пойти в контрнаступление на юге, и для этого у нас было и преимущество численно, и максимальное желание идти, и был самый благоприятный момент, и залужно об этом заявлял. Нет, американцы сказали, не, ребята, вы летом никуда не пойдете. А почему? Потому что в это время заключалась зерновая сделка выгодная американцам. Ну, то есть я уже говорил о том, что по сути контрнаступление на юге тогда, летом прошлого года, разменяли на зерновую сделку. Потом американцы говорили следующее, что, мол, да, надо проводить контрнаступление в Харьковской области. У нас высокая уверенность в том, что это будет успешное контрнаступление, и тогда Мили об этом говорил, и оно действительно пошло успешно, потому что россияне по странному стечению обстоятельств отходили быстрее, чем мы успевали заходить в города. Дальше Херсонская область, я напомню, да, правобережье Херсона, да, и Херсон точно так же генерал Мили говорил о том, что у нас высокая уверенность о том, что Украина сможет вернуть себе Херсон. И опять же мы видели, как в течение двух месяцев готовилось отступление российских войск на берег Днепра. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть договоренности, были договоренности, и будут договоренности, между американцами и россиянами о том, что и в Харьковской области россияне отходили, и с правого берега Днепра, Херсонской области тоже россияне отходили. А вот теперь, слушаем дальше риторику Мили, она уже теперь совершенно другая. Он не говорит, что у него есть уверенность, что Украина может провести успешное контрнаступление, забрать назад Херсонскую, Запорожскую область, выйти к Крыму и так далее. Он говорит совершенно другие вещи. Он говорит, что может быть, но вряд ли такой уверенности нет. То есть, если мы читаем, как бы, между строк посыл американца, он заключается в следующем, что там, где у нас между Байденом и Путиным было согласовано отступление российских войск, там у нас все прошло хорошо, да? Там, где у нас оно не согласовано, и там, где россияне не собираются отходить, не собираются захваченные земли отдавать, а я напомню, что, моему мнению, именно захват южных территорий, там, Запорожская АЭС, Каховка, сухопутный путь в Крым, полный доступ к Азовскому морю, это то, что в реальности надо было на самом деле Путину. Ради этого он войну и начинал, да? И вот, когда Милли говорит о том, что у нас уверенности нет, ну, может быть, какие-то земли и получится освободить, но это большой вопрос и так далее, а я напомню, что в прошлом году Милли в конце года говорил о том, что вообще появилось сейчас окно возможностей для переговоров, то это указывает на то, что россияне получили необходимую возможность, необходимое время со стороны американцев для того, чтобы укрепиться в Херсонской и Запорожской области по договоренности с американцами, кстати, которые дали им время на это укрепление, по сути, год они получили, потому что боевые действия в Херсонской и Запорожской по сути заморожены, там еще не происходит, ну, кроме тех террористических обстрелов, которые постоянно проводит российская сторона, Херсон, Никополь, Марганец, Запорожье, то есть они создают вот эту вот серую зону, ну, чтобы потом, когда придет время каким-то там переговорам, рассказывать, ну, если вы не хотите, чтобы мы разносили ваши города справа берега Днепра, то давайте как бы подписывать какие-то бумажки, поэтому посыл американцев, несмотря на их заявление о том, что Украина должна идти в контрнаступление и так далее, посыл на самом деле у них следующее, что успеха этого контрнаступления не будет, а почему не будет, ну, потому что, во-первых, мы вам не дадим необходимое количество оружия, и это мы все приказали, что нет необходимого количества не РСЗО, опять выделяется сейчас новый пакет военной помощи очередной по счету, и опять там не Хаймерсов, ну, все как всегда, делается все для того, чтобы Украина не смогла пойти в реальности в контрнаступление, но это должна быть инициатива не Соединенных Штатов, они же не могут сразу разводить, там и Байден и будут постоянно говорить о том, что это позиция Украины, мы говорили, вы должны идти в контрнаступление, мы же постоянно об этом заявляли, но то, что вы не пошли в контрнаступление, но это уже как бы ваши проблемы, это не Америка на этом настаивала, и так далее. То есть, к большому сожалению, вот то, о чем я постоянно говорю, война скоординирована между Байденом и Путиным с согласными территориями, которые Путин может взять. Единственное, о чем я подумал, что когда Милли сказал о том, что какие-то территории, возможно, Украина сможет отбить, это достаточно любопытный посыл, я подумал о том, что в принципе не исключен вариант, что еще часть какой-то Херсонской области, выходящей, например, к Черному морю, россияне готовы отдать и отступить. Но, с другой стороны, Днепр, если мы говорим о заморозке войны на долгие годы, которая нужна Путину, Днепр является не обороной, естественно, если его там укрепить. Поэтому я не знаю, согласится ли Путин отдать какую-то часть территории. Но, опять же, все, что я говорю, это какие-то там кулуарные договоренности, как я их вижу. Это не значит, что украинская армия не пойдет в контрнаступление, не должна идти в контрнаступление, это не значит, что мы должны смириться с потерей нашей территории. Это я говорю о том, как себя видят эту ситуацию кукловоды. Это не значит, что наши военные должны слушать генерала Мили, должны там главу Пентагона Остина слушать, мы сами имеем право и должны принимать решения. Если мы видим предпосылки для успешного контрнаступления, мы должны это делать и не слушать американцев. Потому что американцы ведут свою игру. Просто проблема заключается в том, что мы настолько стараемся не акцентировать внимание общественности на том, что американцы где-то сливают, что в итоге это, понимаете, получается замкнутый круг. То есть и власть, и наши военные понимают, что американцы подыгрывают россиянам и не дают нам необходимое оружие и ведут свою игру. Мы это публично не озвучиваем и они продолжают дальше все то, что они в течение года делают, при этом рассказывая о том, как мы завалили вас оружием, а вообще пускай вам танки немцы дают и так далее. То есть вот в этом заключается ключевая проблема. Почему я постоянно озвучиваю про этот договорняк, надо озвучивать. Если ты публично говоришь о том, что есть какие-то договоренности за нашими спинами, то тогда вот эти все кухловоды, которые любят тишину на самом деле, как и все договорняки, они вынуждены делать противоположные вещи, показывать, для того, чтобы их не обвиняли в неких договоренностях с Кремлем. А если ты выступаешь, как наша власть постоянно, адвокатом Байдена, или как это делает министр Резников, то есть нам ничего не дают в итоге, а Резников или там другие товарищи выходят и рассказывают спасибо Вашингтон за большое количество оружия, которое вы нам дали, без вас мы бы не справились, вот сейчас мы готовимся к контрнаступлению. Да, Зеленский уже попытался так осторожно публично сказать, что мы не можем идти в контрнаступление, потому что нам не хватает оружия. Но опять же, вот просто общая фраза нам не хватает оружия. От кого не хватает оружия? От американцев? Но он не назвал американцев, да, то есть он просто озвучил в общих чертах. А позиция американцев следующая, да, глава ГУЗДПа Блинкин сказал, мы против заморозки войны, мы против прекращения боевых действий, мы считаем, что Украина должна идти и отвоевывать свои территории, в этом позиция Соединенных Штатов, мы вам будем всячески помогать, мы всегда с вами. Ну, а если что-то другое вы себе надумаете, да, ну, мы тоже вас поддержим, если вы хотите мирные переговоры, это, заметьте, это не мы предложили, да, это ваша позиция. Поэтому посылы генерала Мили на самом деле очень, ну, такие, пессимистичные для нас, но они показывают реальное отношение американцев ко всем происходящим здесь событиям и к тому, что мы на этой войне на самом деле срежиссированы. Да, но тогда, если кукловоды договорились, и есть какой-то сценарий, и он там корректируется по ходу пьесы, но мейнстримная там или магистральная линия сюжетная понятна, то что тогда за акт вычудил Лукашенко на своем как бы собрании, на своем послании прекращение огня с невозможностью передвижения войск обоих сторон. И вроде как высказался в Киеве, там Подоляк ответил, да, и Зеленский ответил, что прекращение огня и любые переговоры могут быть только когда вы уберетесь с нашей земли, но Песков тут как тут, он был один из первых, который сказал, что на следующей неделе президент России и Беларуси они будут обсуждать вот эту идею Лукашенко. Это тоже какой-то кирпичик в этой сцене сценарной и вот этой всей диспозиции войны. Ну, просто так он бы это не заявил, наверное, когда Беларусь на пороге таких исторических решений с размещением ядерного оружия. Дмитрий. Ну, общественное мнение постоянно готовит к тому, что первым этапом зрады будет прекращение боевых действий. Я не жду, что кто-то будет садиться за стол переговоров, я не жду, что будут какие-то переговоры между Украиной и Россией, их не будет. И даже не будет повторения минского формата. То есть Путину надо одна простая вещь. Ему надо на текущих позициях, где российская армия уже захватила территории, а мы видим, что пока все это... Ведь не зря вот эта вся драматургия с переговорами почему-то оттягивается до лета. То есть можно было бы там и сейчас что-то начать, но вот мы видим, что оно тянется, тянется. Я у себя задавал вопрос, что же оно тянется? Потому что Путин еще на Донбассе не взял то, что ему надо. И вот поэтому оттягивается вся вот эта вот драма с остановкой войны, потому что и Бахмут еще не взяли, я так понял, и Авдеевку не взяли. И судя по тому, что начали активно эвакуировать детей со Славянска, я думаю, что все-таки будет реализовываться тот сценарий, про который я говорил. Российские войска будут идти вверх к Славянску и захватывать контроль за водоканалом Северский Донец в Донбасс. То есть как раз он там возле Славянска, даже это не факт, что они будут в Славянск заходить, им, собственно, он не нужен. Но контроль за водой они будут брать, а, соответственно, получается, если не пойдут вверх, то может получиться котел в Северске. это угроза. Это угроза. И об этом, кстати, почему-то мало кто говорит. То есть там потенциальная угроза в Северске для котла, но как-то в ту сторону никто не смотрит. И там почему-то не проводятся никаких, ну, пока что наступлений. То есть там затишье, а затишье мы знаем, чем обычно заканчивается. поэтому возвращаясь к идее, я думаю, что позиция Лукашенко озвучивает то, что хочет Кремль, то, о чем знает Байден и о чем знают другие европейские наши лидеры, то, о чем знает Си Цзиньпин, и это было тоже у него в его мирных инициативах, там если отбросить много каких-то общих фраз, там есть вот о начале каких-то переговоров на текущих позициях. Это вот тот, кстати, ключевой, ну, тезис, который нужен. Понятно, что Байден, который в курсе этого всего и Байдена это устраивает, ну, не может же заявить о том, что мы поддерживаем подобную, подобную инициативу. Да, Соединенные Штаты, конечно же, говорят, мы с этим не согласны, ну, на каких текущих позициях должно быть контрнаступление и так далее, но если вдруг ситуация изменится, да, не будет контрнаступления, там ухудшится ситуация на Донбассе и так далее, Соединенные Штаты скажут, ну, в принципе, мы поддерживаем переговоры, если Украина согласится. То есть, Байден совершенно правильно делает, он транзит ответственности делает на Зеленского. То есть, я постоянно говорю о том, что с Радником в итоге будет не Байден, ну, Байден будет победителем, который спас, ну, в кавычках, да, спас Европу и спас большую часть Украины. А Зраду на себя придется брать нашим. В каком бы это формате и там не было время, Порошенко заставили взять на себя Зраду. Он не хотел. Вы думаете, что Порошенко хотел быть под те нормандские соглашения, или, ну, которые выступали гарантом Нинских соглашений. Он понимал, да, что для него это, ну, как бы дальнейшая проблема, но тогда, я напомню, Украину курировал тоже Байден, и поэтому, поскольку с Москвой было согласовано, Порошенко должен был подписать в любом случае, ну, вот это, в рамках нормандского формата. Поэтому, как бы у нас наши политики, ну, не пытались тут рыпаться, да, в любом случае, если вдруг придет время Зрады, я опять же повторяю, что это не значит, что на это согласно общество, или наша армия, или, то есть, понятно, что сопротивляться будем до последнего, но если вдруг что, вот именно вот этот вот формат фиксирования остановки боевых действий на текущих позициях, которые вот уже начинает озвучивать Лукашенко, а я думаю, потом к голосу его подключатся и европейские товарищи и так далее, да, соответственно, это вот тот формат, который они хотят. То есть, не подписание мирных договоров, а подписание там некой договоренности о прекращении боевых действий, а это, по сути, и есть заморозка войны, потому что не зря же Путин вписал в Конституцию четыре захваченные области. Это для чего сделать? Ну, это уже сигнал о том, что не будет никаких мирных соглашений, будет заморозка войны, и Россия в любой момент, если им что-то не понравится, будет всегда говорить, а вообще-то, да, мы тут еще имеем право на часть Херсонской области, на часть Запорожской области, на часть Донецкой области, поэтому мы в любой момент можем на вас напасть. То есть, вот эта вот дестабилизация, ситуация, которая вот началась и которая продолжается, она не закончится. То есть, Путин устраивает вот это вот состояние войны. И об этом же, кстати, тоже Песков говорит. Он говорит о том, что мы готовимся к войне с Западом долгие годы. То есть, понятно, что никакой войны не будет, да, понятно, что они хотят захапывать территории, заморозить войну, постоянно рассказывать россиянам о том, что в любой момент Запад может на нас напасть. Поэтому мы должны готовы быть к войне. И только благодаря великому Путину, который нас спас в 22-м году от нападения Украины территориона туда, мы спасемся и дальше. Собственно, это позволит Путину и дальше оставаться до конца его дней при власти. И вот это вот сама, весь вот этот механизм глобального перераспределения, там и рынков, и влияния, которые Байден с Путиным провели с помощью этой войны, он продолжит действовать дальше. То есть я постоянно говорю о том, что так, как раньше было, уже не будет. То есть когда принималось решение начать войну, то есть Путин готовился к долгой войне. Ну, он не думал, что она затянется настолько в Украине и повлечет столько смертей россиян, но в долгой войне в плане вот этой вот имитации холодной войны, противостояния, который нужен Путину для того, чтобы закрыть Россию в свой новый Советский Союз железным занавесом и править себе и рассказывать о том, что он наконец-то воплотил мечту всех россиян, возродил Советский Союз, возродил могучее государство, весь Запад против нас, ну и дальше по тексту. Что у нас? Какие перспективы? Потому что многие уже там поговаривают о выборах, даже вот эту историю с Лаврой и с браслетом на ноге у настоятеля Лавры Павла тоже как бы разыгрывают политтехнологически. Собственно, как политтехнолог и как эксперт политический, что вы думаете насчет того не является ли ну не просто там отвлечением внимания, а совершенно другой историей вот эта ситуация с Лаврой и приобрела она абсолютно другое измерение, ну потому что после, скажем так, вот этого шоу на выходных, да, как привезли, а вот перенесли на понедельник, а нет, все-таки прицепили этот браслет, мы видим как появляются какие-то очень интересные там информационные поводы, то там где-то попы на западной Украине избили военного, понятно, какого патриархата, какой православной церкви, то, скажем так, еще какие-то моменты, новшества о том дорогие часы, ну часы, шарфики и мерседеса, то есть это же история, которая ну вот как ну какой-то некий бонус информационный как раз таки чтобы использовать происходящее в политических целях или здесь какой-то другой план? Ну я здесь вижу несколько на самом деле планов, мне вот эта история с Павлом очень напоминает историю 2017 года, я постоянно об этом кстати говорил, когда у Порошенко все стало очень плохо с рейтингами и экономическая ситуация была плохая и все как бы накалилось и такой уже дух противостояния украинцев поднялся уже выше крыши, тогда придумали проект оппозиционер Саакашвили, я об этом кстати сразу говорил, но мне говорили, да вы что, да, это же настоящий оппозиционер, я говорю, слушайте, Саакашвили с Порошенко столько лет дружат и настолько знакомы, что разыграть оппозиционера с протестами, с беганием по крышам и так далее очень замечательно и я хочу сказать, что в течение полугода а потом даже может больше, можно сказать, год, мнение украинца внимание украинца отвлекали историей Саакашвили, который там бегал по крышам, в Палаточном городке каком-то был, имитировал какие-то акции оппозиции, нормально, за это время тарифы подняли, протянули ряд социальных, антинародных, как всегда, законопроектов в парламенте и так далее, поэтому технология по отключению внимания она всегда рабочая, в данном случае у власти тоже все очень плохо, несмотря на какие бы они там рейтинги не рисовали, поэтому плюс, как мы понимаем, дело ближется к зраде, которую надо хоть как-то будет провернуть, поэтому необходимо создать кучу каких-то информповодов, за которыми люди должны не заметить, что же на самом деле происходит, то есть люди должны быть заняты тем, что бегать к врачам себе рецепты, выписывать на лекарства, а не там возмущаться тем, что мы не идем в контрнаступление или что-то там не так на Тенбассе, ну, ребята, вот вам надо лекарство, бегайте, займите с делом, короче, а не вот это, лишайте большим дядям тут вопросы глобальные решать, да, верующие, вы там занимаетесь спасением лавры и наблюдайте гонения на вашего там наместника лавры, будут там имитировать на него против него строжайшие политические репрессии, верующие будут защищать, там еще какой-то движняк, то есть в ту сторону смотрите, то есть для каждой категории населения придумывается свой цирк, за которым люди должны наблюдать, плюс, конечно же, это все направлено на разъединение единства общества, когда надо максимально дестабилизировать и ослабить единство, когда готовится что-то, что надо провернуть, но если бы общество было единое, общество бы встретило это в штыки, вот я подозреваю, что готовятся какие-то переговоры и подписания какой-то зрады, поэтому вот, ребята, занимайтесь своими делами, другими и не смотрите на зраду, плюс, мы видим, что начинается политический процесс постепенно и, как я понимаю, Зеленский, которому надо будет в свою очередь, как и Порошенко перед этим, привести к власти своего преемника, необходимо создать такой вот образ Зеленского, чтобы тот кандидат, которого будет продвигать власть, это был уже анти-Зеленский, точно такую же технологию, как провернули в 2019 году, когда был Порошенко со своей армией Мовой Вирой и всех задолбал, да, и тут появился Зеленский, анти-Порошенко, который сказал, что перегибов не будет, все будет хорошо, мы все исправим и вообще давайте даже дружно и все за него проголосовали, да, сработала технология, сработала, соответственно, сейчас ту же самую технологию, они берут Зеленского, на него натягивают сверху армию Мову Виру, которая к нему, ну, никак ему, ну, никак не место, но все равно, делают с него опять такого же монстра, как перед этим делали из Порошенко, кстати, Порошенко, который, я напомню, был прихожанином московского патриархата, который русскоязычный и так далее, да, но они с него этого, слепили специально образ такого Гейтмана, да, сейчас такой же образ Гейтмана лепят Зеленского, для того, чтобы потом, когда нам подсунуть, опять же, согласование власти кандидата нужного власти в президенты, да, люди пошли за него проголосовали, главное только, чтобы во второй тур выборов обязательно вышел сам Зеленский и антизеленский, чтобы туда не просочился за кто-то, кто может этим раскладом помешать, но тут они способны, тут я смотрю, уже электронные голосования готовят технологию, а вообще, если вспомнить 2019 год, да, там же была задача в том, чтобы во второй тур ни в коем случае не попала Тимошенко, потому что иначе бы не было стопроцентной гарантии, что Зеленский может выиграть. Порошенко сделал все, чтобы он вышел во второй тур. Вот аналогично, я думаю, что подобную технологию готовят сейчас, и вот Зеленский у нас будет поборником таким, ПЦУ, соответственно, прихожане УПЦ, да, сейчас будут искать некого спасителя, ну, среди политиков, да, которые скажут, давайте жить дружно, это все неправильно, надо все эти перегибы отменить. Ну, скоро нам этого политика подсунут, я думаю, тут в принципе переживать нечего. То есть, множество разных технологий запускаются, ну, а если запускаются, это кому-то надо. Это будет Арестович, две-три? Ну, я не думаю, что это будет Арестович. Я думаю, что мы узнаем за, как всегда, за пару месяцев. То есть, они, политтехнологи уже поняли, что в Украине, если ты заявляешь кандидата в президенты, например, там, за год, то он к концу уже избирательной кампании теряет большую часть своего рейтинга, потому что он приедается украинцам, потом начинают вспоминать какие-то его там скелеты в шкафу и так далее, да, то есть, нам надо, как было пробирано в 2014 году, так и в 2019. Да, помните, Порошенко заявили кандидатом в президенты за пару месяцев до выборов. Никто и представить в 2014 году не мог, что кандидатом станет Порошенко, да, но у нас главное как, у нас главное, чтобы кандидат в президенты молчал и появился за несколько месяцев до выборов, а все остальное за него сделают подконтрольные телеканалы, сделают политехнологи и украинцы сами домыслят за этого кандидата, насколько он хороший. То есть, главное, что вот этот кандидат должен быть антивласть, то есть, власть должна наделать кучу какой-то дичи, чтобы кандидат в президенты просто сказал банально я все отменю или такого не будет и люди побегут за него голосовать. А что он дальше сделает? Мы на примере Зеленского прекрасно увидели. Кстати, как и на примере Порошенко во время своей избирательной кампании 2014 года как раз рассказывал о том, что он будет защищать права русскоязычных. Просто уже мало кто об этом помнит. Поэтому на Юго-Востоке за него очень много проголосовало. И войну за две недели закончат. И, конечно, защищать права. Ну, уже начинается, уже начинается, по сути, избирательная кампания. А если начинается избирательная кампания, значит, все знают, что к выборам войны уже не будет активной фазы. Значит, уже запланировано, что если выборы состоятся президентские весной следующего года, то, значит, в этом году, там, летом, может, или в начале осени, война, я повторяю, именно заморожена. То есть, закончена она не будет. Потому что это, в первую очередь, не устраивает Путина. И это уже было, в принципе, понятно по 2014 году и по Минским соглашениям. Я тогда еще просто, на самом деле, сам до конца не понимал. Я думал, что аппетиты Путина как бы меньше, да. А оказалось, потом я уже понял, что Минские соглашения, по сути, это была заморозка войны с целью начать войну потом заново. Поскольку у него не было ресурсов необходимых в 2014 году. И подготовиться к новой полномасштабной войне. Именно поэтому никакие там не нужны мирные договоренности и так далее. Должна быть просто заморозка войны. Вопрос следующий. Учимся ли мы на своих ошибках? Потому что с 2014 года прошло сколько лет? до 22-го и чтобы оказалось, что в феврале 22-го года мы встретили российскую армию безоружными с открытыми границами и все сказали ой, а как же так вышло, что произошла война и почему у нас ничего нет? То есть я надеюсь, что вот сейчас даже если там война будет заморожена, а может я надеюсь, что она не будет заморожена и у нас будет все-таки найдутся ресурсы для того, чтобы отбить наши территории у россиян, мы сделаем выводы и поймем, что мы сосуществуем рядом с государством агрессором, который в любой момент может напасть. И сегодня Путину хватило захваченных одних земель на юге, пока ему Байден это разрешил. Но и факт, что, например, через 4 года, когда президент республиканец, а потом придет опять президент демократ, то не появятся какие-то новые договорники с демократами и там ему не разрешат еще и захапать, например, Николаев с Одессой. В чем смысл? Вот многие отмечают, что почему-то вот какие-то наиболее озлобленные ну вот как бы политики из Соединенных Штатов Америки в сторону России при демократах. Но по факту получается, что ну какие-то такие глобальные вещи Россия делает, когда демократы при власти. И вроде бы как такой дружелюбный по отношению к России Трамп, когда был, ну как бы не было подобных актов новых со стороны России. Какая-то вот очень интересная парадоксальная история. Там вышла статистика по республиканцам, 52% республиканцев считают, что Трамп пойдет, 21% десантис, ну еще там есть кандидаты. Ну понятно, что до этого еще далеко. Но вот просто вот очень интересный парадокс. Вроде бы друг Путина, но Путину мешает, а вроде как враг Путина, и Путин решается на какие-то экстравагантные прям поступки. Послушайте, это не парадокс. Так всегда работает политика. Так работает украинская политика. И вы, я думаю, прекрасно знаете, что у нас самые непримиримые в нашей украинской политике оппоненты, которые публично друг друга поливают последними словами, на самом деле бизнес-партнеры, которые обнимаются, целуются, когда это никто не видит. Так же работает и мировая политика. Давайте вспомним акт Молотова-Риббентропа. Ну да, Гитлер со Сталиным, два непримиримых врага и так далее. Но ничего им это не помешало подписать пакт и поделить между собой Польшу. Ну поделили же. Ну там еще и другие территории. Поделили. А при этом, ну как, Гитлер со Сталиным, они же два тирана, которые таких смертельных врага. Дальше. Ялтинская конференция 1945 года, когда поделили между собой Рузвельт, Черчилль, а Сталин поделили с собой послевоенную Европу. Ну вы что, это же такие непримиримые, можно сказать, одни капиталисты, второй коммунист. Ну как же же они могут? Ненормально. Сели и поделили, кому отошла какая часть Европы. Кому отошла Западная Европа, кому отошла Восточная, поделили там Берлин между собой и так далее. Вот так это работает. То есть в политике те, кто и в дипломатии, те, кто имитирует, что они враги на самом деле, да, это и являются на самом деле партнерами. Которые решают какие-то совместные вопросы, но чтобы никто не догадался, ни в коем же случае, ну как можно догадаться, что есть какой-то договорняк между Байденом и Путиным. Вы что, да они же смертельные враги, ну конечно же, как иначе. Да, но чтобы никто не догадался, соответственно, они имитируют противостояние, там, друга поливают последними словами и так далее. ничего не меняется. Надо смотреть на действия, да, наибольшие потери, там, имиджевые или экономические, там, и Советский Союз, и Россия всегда несли при республиканцах. Я напомню, что Советский Союз в 80-х, на начале 90-х был развален при президентах республиканцев, Рейгене, Буше, да, для этого они просто опустили целую цену на нефть, российскую, и газ, да, и все, и Советский Союз на этом дружно, как бы, развалился. Но, что мы видим, что делает Байден, да, Байден, якобы, сейчас вводит кучу каких-то санкций, но, в реальности, делает такой ценовой потолок на российскую нефть, которая позволяет Путину получать сверхприбыли даже во время войны. Вот эти, ну, как бы, реальные договоренности, а не то, что нам рассказывают. Президент Трамп, да, нам долго и нудно рассказывали, сначала рассказывали перед выборами 16-го года в Штатах о том, какой он пророссийский, что вот все, вот придет Трамп, там, Россия порешает все свои вопросы и так далее, да, зачем это рассказывал? Для того, чтобы, во-первых, все забыли, что Путин порешал часть своих вопросов при демократах, при Обаме Байдене, то есть он спокойно себе аннексировал Крым, он спокойно забрал себе часть Донбасса под видом так называемых ЛДНР, и все это было согласие Штатов сделано, что мы прекрасно понимаем, да, потом нам несколько лет рассказывали о том, что, вы об этом всем забудьте, сейчас все вернем и так далее, потом нам пугали всех пророссийским Трампом, который придет, вот пришел пророссийский Трамп, да, у Трампа были определенные и заключались определенные договоренности с Путиным, я об этом тоже рассказывал, я это называл большой сделкой, но договоренности договоренностям грознь, мы это должны понимать, то есть Трамп договаривался с Путиным, потому что Путин ему поможет в Сирии избавиться от ИГИЛа, и в принципе Путин ему помог, да, поможет там наладить контакт Северной Кореи, поможет там с Ираном какие-то наладить отношения, а взамен, взамен, да, Трамп говорил, ну, дал понять, да, мы закрываем глаза уже на те акты аннексии захвата, которые вы провели, то есть там на Крым, на захваченную там часть Донецкой области, но все, больше, больше вы ничего от Украины не получите, да, то есть вот такая была жесткая позиция Соединенных Штатов, и Путин как бы вынужден был ждать, когда придет президент-демократ, новый, ну, новый старый, да, то есть Байден, для того, чтобы продолжить реализацию своего плана по нападению на Украину, потому что у Соединенных Штатов на самом деле есть множество механизмов, с помощью которых можно было бы не допустить войны, для этого надо было просто, на самом деле, что бы мог сделать Байден, если бы он не хотел допустить войну в Украине? Это были бы, а, превентивные санкции, б, это были бы поставки оружия в Украину в необходимом количестве, и это уже дало бы возможность с украинской армией сопротивляться со старта, да, это был бы сигнал на Киев, что мы даем вам добро сопротивляться, а не сигнал сделайте так, чтобы Путин спокойно зашел с территории Белоруссии, с Крыма, и всем рассказывайте, что войны не будет, и армию разместите куда-нибудь подальше от границ, чтобы Путин мог спокойно зайти и, там, за считанные недели взять все, что он хочет. Мы же прекрасно понимаем, что не случайно оказалось так, что совершенно спокойно зашли российские войска. Не надо там рассказывать про каких-то генералов СБУ, предателей, которые там это все сделали, они не того уровня, да, скажем так, персоны, которые принимали решение. Это совершенно другие люди принимали решение. То есть размещать или не размещать где-то войска, это не решение СБУ, да, или там вывести, например, гарнизон из Гастомеля, оставив аэропорт Гастомеля совершенно голым, да, для того, чтобы там высадился российский десант, а после этого через год возбудить уголовное дело против этого бывшего директора Антонова и рассказать о том, что он мешал Носгвардии окапываться в аэропорту, я говорю, ну кому вы это рассказываете, эти басти, да. Поэтому Байдена были все механизмы, да, для того, чтобы не допустить или даже если допустить, сделать так, чтобы было минимальное продвижение со стороны России, но я думаю, что если была бы четкая позиция, Путин бы не решился, не надо преувеличивать, то есть Путин, он, ну он как, знаете, он весы по гороскопу, он постоянно находится в состоянии этого, изменчивого колебания, он колебается постоянно, да, то есть в одну сторону, в другую, да, когда, если бы он увидел, да, что за Украиной действительно стоят американцы, которые не позволят захватить области, да, он бы, вот постоял бы со своими войсками на границе, да, и они бы рассосались, и на этом бы эти учения закончились, но получив добро от Байдена, да, он напал, прекрасно зная, что ничего ему за это не будет, поэтому при президенте Трампе, при республиканцах, да, республиканцы там, Трамп улыбался Путину, он с ним обнимался, там они лучшие, там, друзья, там, и так далее, но это как с Си Цзиньпином, то, что Си Цзиньпин улыбается Путину, обнимается и говорит «дорогой друг», это не значит, что Китай рассматривает Россию как полноценного партнера, или Китай одобряет все, что делает Путин, или Китай не дает Путину сигналы, что, там, Владимир Владимирович, вы вашу ядерную дубинку спрячьте туда, откуда вы ее, как бы достали, и нехрене ее тут размахивать, рассказывая о том, что я тут использую тактическое ядерное в середине Европы, я уверен, что именно позиция Китая во многом повлияла на то, что вот эту тему угроз с ядерным оружием убрали, потому что китайцы, ну, для них это неприемливо, вот у них есть красная линия, это именно использование ядерного оружия, потому что стоит хоть кому-то начать использовать тактическое ядерное оружие, да, дальше это открыть ящик Пандоры, дальше все остальные начнут, использовать и говорить, так уже ж был подобный прицеп. Это идея с той же серии нам рассказывают о том, что мы будем членом НАТО, будем членом Евросоюза. Я постоянно говорю, слушайте, ну прекращайте людям врать. Одна из ключевых причин, почему Путин начал войну, а Байден разрешил, это наглядно показать Европе и всему миру, что может произойти в Украине, если вопрос НАТО и Евросоюз будет подниматься там хоть как-то, да, и теперь, когда европейцы посмотрели, что Путин может приходить, убивать, разрушать и так далее, никто в Европе из тех государств, которые, ну может там кроме Прибалтики, но они там никому не нужны, из тех, кто принимает ключевые решения, даст возможность стать Украине членом НАТО. Мало того, вот эта вот замороженная война, которая останется, а она останется, это тоже будет такой, знаете, предохранитель того, чтобы Украину не взяли ни в НАТО, ни в ЕС, потому что вы что, хотите взять на себя ответственность за защиту Украины, у которой забрали часть территории, но в любой момент могут опять напасть, потому что в Конституции у России четыре ваши области прописаны как их области. Дмитрий, ну почему вы так не верите Кулебе, он сказал, в следующем году Украина вступит в ЕС. Кулеба в прошлом году говорил, что в двадцать третьем году мы вступим в ЕС. Я помню все, что говорил Кулеба и помню все, что говорят наши чиновники. Смотрите, а в ЕС нас не примут по другой причине. Нас не примут, потому что они не хотят за свой счет восстанавливать разрушенную страну. Сюда надо вложить там десятки, если не сотни, миллиардов. европейцы не хотят это делать. Да, они там выдают какие-то макроэкономические кредиты, я подчеркиваю, кредиты. То есть то, что надо возвращать. они готовы гуманитарку нам поставлять и так далее. Но обратите внимание, везде, где можно заработать в Украине во время войны, европейцы первые. Польша, такая вот дружественная страна, которая все нам передает и так далее, безозрения совести, принимает платные заказы на производство для нас артиллерийских установок, бронемашин. То есть за деньги? Да. Мы вам за ваши деньги сделаем, поставим бесплатно? Не, ну подожди, бесплатно это не работает. И когда мы апеллируем к ним и говорим, так подождите, у нас же идет война. Мы же защищаем Европу, ну не только Украину, мы же Европу защищаем от Путина. Они говорят, какую Европу? А Путин на Европу, собственно, не нападает. А если что, у нас есть НАТО, которое будет защищать Европу. То есть опять же четкий посыл о том, что НАТО и Европа это нечто одно, а Украина как некий буфер, это нечто другое. Поэтому в Европейском Союзе никто не собирается восстанавливать Украину, вкладывать в это деньги. Мало того, обратите внимание, они даже сейчас пошлины на украинское зерно вводят, потому что украинское зерно беспошлино составляет конкуренцию на европейских рынках, и у них там падают доходы. О каком вступлении в Европейский Союз можно говорить? Точно так же, как и с НАТО. Поэтому, но политики, они нас постоянно обманывают. Ну а почему обманывают? Если есть люди, которые это верят. Если там показывают социологию, где 90% украинцев верят, что наше светлое будущее связано с Европейским Союзом, замечательно, мы вам будем рассказывать, что вы вступите в Европейский Союз, а потом, когда мы не вступим, и если у вас будут претензии, почему же мы в бедности не наступило светлое будущее, но мы вам будем показывать вашу же социологию, все, что вы говорили, и будем говорить, ну так мы же, к сожалению, у нас Европейский Союз не приняли, вот и светлого будущего нету. Так какие у вас претензии к власти, что вы, должны открыть, ну я постоянно к этому призываю, открыть глаза и реально смотреть на вещи, а люди продолжают, ну люди, жить в каких-то иллюзиях, во многом благодаря телевизору, во многом благодаря единому марафону, во многом благодаря цензуре, которая установлена, да, мы так постоянно критикуем Россию, боремся с путинизмом и так далее, а сами, на самом деле, зеркалим большинство тех вот российских технологий по выстраиванию тоталитаризма у себя, в первую очередь, там, цезуры, то есть у нас нет альтернативного мнения, но оно у нас есть только в Ютьюбе, то есть если люди там, а по телевизору, да, вот вам единый марафон и верьте в одно, но завтра, завтра, если наступит время зрады, вам расскажут совершенно другое, вам расскажут о том, что зрада, на самом деле, это перемога, и то, что, например, там будут заморожены боевые действия и так далее, ну так это, на самом деле, не так и плохо, да, ведь мы же с Украины отстояли, ну а зачем нам, собственно, это контрнаступление, зачем нам, там Донбасс возвращает, и оно все к нам вернется назад, это вообще, это же гениальная технология, да, рассказывать про постоянный развал России и о том, что там Путин дышит на ладон, и, собственно, скоро все вернется, то есть ничего можно не делать, а рассказывать о том, что все равно все скоро будет у нас, один в один, как делал Порошенко, я помню те же самые тезисы, когда после аннексии Крыма, после подписания Минских соглашений, все спикеры, работающие на Банковую, а я напомню, что Порошенко скупил там практически всех там политологов, экспертов и так далее, плюс контролировал точно так же телеканалы, были точно такие же тезисы, аннексия Крыма, Минские соглашения, это все временно, скоро мы все вернем, как вернем и почему вернем, это людям не пояснялось, но скоро умрет Путин, Россия развалится, и они сами к нам прибегут, кто к нам прибежит, но людям, знаете, людям главное, проблема в том, что люди хотят верить в то, во что они хотят верить, и пропаганда в основном, она людям подыгрывает их вот эти вот иллюзии, их мечты, поэтому если люди хотят верить в то, что мы вступим в НАТО, Европейский Союз, людей нельзя разочаровывать, надо им говорить, да, конечно, мы вступим, да, да, вот за следующий год, еще там через год, да, вот практически мы скоро, а пока вы в это верите, да, вы там бегите и ищите врача, который вам рецепты оформит, например, на антибиотики или какие-то там другие препараты, вы делом главное занимаетесь, а следлое будущее, оно наступит скоро. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал и ютуб Дмитрия Корнечука, призываю вас это сделать, ссылки все в описании, конечно, если не подписаны, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, что вы думаете. У меня есть еще один вопрос, и он о спортсменах, очередная, ну, такая, двоякая история, в которую попадает, ну, такой какой-то информационный, идеологический, такой, мировоззренческий капкан, куда попадают представители украинского общества. С одной стороны, вроде бы как, правильно и справедливо отстаивать позицию неучастия российских и белорусских спортсменов до конца, с другой стороны, запрещать участие украинским уже спортсменам, это вред самим себе, ну, с точки зрения, как бы, идеи того, что и так страна без экономики и в боевых действиях и очень, ну, тяжело в Украине жить, а эти спортсмены еще, собственно, как-то пытаются тренироваться, готовятся и хотят выступить на Олимпиаде 2024. Есть вот такой, вот такой запрет, да, от Нока, министра спорта. Что вы думаете, как найти золотую середину? Вон, поляки, как сделали, фехтование, там этап, приезжают спортсмены, осуждая своего и выходи, соревнуйся, выходи, борись за первенство и победу, за выход на Олимпиаду. Что делать нам? И как, вот, казалось бы, такую отдельную, в условиях войны, не такую уж принципиальную задачу решить? Ну, я вам скажу, на самом деле, это не настолько важная принципиальная задача, но, но, мы с нее сделаем очень важную проблему, мы с этого, мы ее раздуем, мы вокруг этого разведем огромный большой срач, ну, пускай люди обсуждают участие или не участие спортсменов, опять же, у нас же любой повод используется для отвлечения внимания от тех реальных вещей, на которые, ну, за которыми люди должны были бы слить. Обсуждайте спортсменов, да, там, запреты, не запреты, обсуждайте зрадников с этого международного Олимпийского комитета, обсуждайте каких-нибудь там других зрадников, то есть, людям надо постоянно давать какой-то повод для выплескивания негатива, для выплескивания там, каких-то своих надежд и так далее. То есть, людям надо постоянно искать в чем-то, ну, постоянно кто-то должен быть в чем-то виноват. Ну, то есть, вы снова ведете к тому, что можно, как бы, обсуждать и ломать копья вокруг участия, не участия на Олимпиаде, но бензин по 60 гривен, это вот он, вот он на пороге, вот он на горизонте, потому что, там, НДС вернут, а вот эти товарищи, которые его перепродают, там, покупают и продают в Украине, они вряд ли будут делиться своей прибылью. Ну, я бы еще другое сказал, ну, зачем нам, например, обсуждать новый меморандум с Международным валютным фондом? Прошла себе тема, да, Международный валютный фонд выделяет Украине рекордный кредит, почти 16 миллиардов долларов. Все радуются. Да, все радуются, но, как всегда, я помню, в старые добрые времена, еще когда-то, мы на телеканалах, там, или, когда писали какие-то аналитические статьи, мы полностью, каждый меморандум, обсуждали, обсасывали каждую строчку, плюс-минус для Украины, и так далее. Сейчас, во время эпохи клипового мышления, да, никто это даже обсуждает отдаленно, а зря, на самом деле. То есть, вместо того, чтобы обсуждать участие и неучастие спортсменов, да, вы лучше обсудите те обязательства, которые Украина на себя взяла, там, отпустить опять курс доллара нацбанка, а это что значит? Это сразу автоматическое повышение всех импортных товаров, которые привязаны к курсу нацбанка, да, это обязательства нацбанка уменьшить гривневую массу, остановить печатный станок. А это что значит в условиях кризиса, войны и неработающей экономики? Это значит, что а, будут поднимать налоги, все какие только можно, б, будут закручивать гайки всем там бюджетникам, военным, ну и всем остальным. То есть, денег нет, но вы держите, да. Повышение тарифов точно так же в этом меморандуме будет, ну оно есть, там это все расписано красивыми терминами, тезисами, ну так далее. Опять повышение тарифов. Воюющие страны, да, нет, получить еще и повышение тарифов. И многое, многое другое, но опять же, мы это не должны все обсуждать. Вот вам лавра обсуждайте. Мало того, а вот обратите, кстати, технология, мне еще не нравится технология с лаврой. Это же победа над Путиным. То есть, мы не можем дать вам реальную победу над Путиным, да, и он не умер еще, к сожалению, да, но вот вам победа над путинской лаврой, там, условно, над московским патриархатом. Мы там не побороли Путина, не вернули земли, зато мы тут побороли Павла, его ставленника. Это просто Павел, Паша Мерседес равно Путин, можно сказать, мы этого побороли, лавру забрали, а вот тебе Путин выкусит за все, что ты сделал, Это как по Данилову, да, вот мы поставим на районе Севастопольской бухты, да, поставим памятник русской военной корабли, иди, вот. Слушайте, но это рабочие технологии, они успокаивают людей. Это же не просто так, для людей это успокоение, то есть люди хотят справедливости, люди хотят наказания России, да? Если не мог это наказание дать в реальности, мы видим, значит, надо имитировать это наказание, хоть по каким-то вопросам, тут мы наказали пятую колонну, которая у нас тут постоянно везде, хотя я повторяю, что пятая колонна находится совершенно не там, и пятая колонна, она у нас тут, сама на себя охотиться не будет, на самом деле, да? То есть, потом разведите срач вокруг спортсменов, очень важная тема, потом нам еще что-то придумать, и для людей, мы же нация, учитывается наша ментальность, мы же нация эмоциональная, да? То есть нам надо, вот ты уже высказался, или там получил какую-то сиюминутную победу, да? И уже успокоился, да? И уже проглотил там сто зрад других, которые тебе там за кулисами провернули, но главное, что ты в чем-то Путина поборол, да? Ну, это рабочие технологии, но, к сожалению, к сожалению, они не приводят к реальным победам, но работает, да? Потому что ключевая задача у власти не стать зрадниками, то есть не они должны быть зрадниками, зрадниками должны будут все, должно быть украинское общество. Я обратил внимание, вот как изменились сейчас посылы Зеленского в его вечерних обращениях, а опять вернулись эти тезисы, которые были у него в 19-м году сразу после избрания, когда помните вот этот прекрасный видеоролик, в котором, ну, когда общество начало задавать вопрос, когда же посадки будут обещаны, да, там что-то с борьбой с коррупцией, да? И Зеленский записал ролик с телефоном НАБУ и сказал, короче, ребята, если вы там чем-то недовольны, с коррупцией вам что-то не нравится, да, что вы пристали к власти, вот вам телефонный, прямой телефонный номер НАБУ, пишите туда, заявляйте, и то есть транзит ответственности, это не я виноват, да, это вы общество, которое проглатывает коррупцию, и вы само общество коррупционера. Сейчас заявление Зеленского о том, что он с печалью наблюдает за тем, что украинцы в большинстве городов живут себе спокойной жизнью, забыли про войну, а это неправильно, мы же должны сплотиться, мы должны там волонтерить, мы должны чувствовать войну, мы уже типа расслабились и так далее. Опять же, это что? Это посыл с транзитом ответственности, мол, я готов биться до последнего, вот мы тут власть, готовы с Путиным годами воевать, а вы, предатели, зрадники, расслабились и бить, сидите в своих Макдональдсах, которые уже благополучно пооткрывали, живете себе обычной жизнью, так что, я виноват, Зеленский, или вы народ, который забил на эту, грубо говоря, на эту войну? И опять посыл Зеленского о том, что если будет неудачное контрнаступление, то может возникнуть тенденция в украинском обществе, где будут от власти требовать пойти на переговоры и на зраду. Опять создается следующий посыл, мол, я готов биться всегда, а вы украинцы, вы хотите зрады, да? И главная задача власти всех политтехнологов и подконтрольного информационного пространства всю вину за зраду перепаковать на общество. Это все это все вы, это все вы. Кто это, Дмитрий? Кто это? То есть это вот это настолько это как не знаю, это как вот там небо, тучка, вот это настолько абстрактно, понимаете? То есть вот общество, кто виноват? Общество. Так смотрите, а дальше общество перегрязется друг с другом. Дальше будут показывать пальцами, ты из равных, нет, ты из равных. Сейчас же получается какая история? Сейчас же когда показывают эту вот социологию о том, что там почти 100% украинцев верят в победу и так далее, да, там же не конкретизируют, что каждый, что люди подразумевают под победы, да, плюс многие люди боятся сказать какую-то другую точку зрения, чтобы не обвинили их в том, что они там эти предатели, коллаборанты и прочее, да, но если вдруг появятся стойкие тенденции, там, например, какой-то зрадик, заморозки войны, сразу многие начнут озвучивать какую-то свою точку зрения из Сирии, ну и ладно уже, мы устали от войны, власть это будет тоже раскручивать, показывать и говорить, ну видите, с каким обществом зрадиков нам приходится иметь дело, а дальше украинцы просто все перегрузуют собой, если не хотите на тему остановить, не остановить войну, мы вам придумаем тему лавры, да, давайте прихожане ПЦУ и УПЦ грозите друг другу горло, чья должна быть лавра, и это уже на самом деле происходит, просто надо людей подтолкнуть, потом достанут языковую тему старую, добрую, ближе к выбору, но без этого никак, потому что, как всегда, кажется, что все, кто говорят на русском языке, это все коллаборанты, агенты Кремля, несмотря на то, что на фронте не имеет значения, на каком языке говорит человек, у всех есть один враг, это Россия, которая напала и убивает наших людей, и несмотря на то, что разбиты и отутюженные просто хламы. Русскоязычные города в первую очередь. Но скажут, опять, опять, мне иногда пишут в комментариях тоже, а чому вы не пишете украинскую мову, вы что не патриот, от этого, ооо, начинается, началось, не разговариваю украинскую мову, не патриот, не пишу украинскую мову, не патриот, не меркую украинскую мову, не патриот. Какая разница, на какой мове я разговариваю, на украинской мове, на российской мове. Для меня патриотизм полягает в любовь до своей государства, а не в мове, на которой ты разговариваешь. Порошенко, который очень любит у нас, жму руку, обнимаю, все это помятают, так вот, Порошенко начепил на себя вишиванку, став патриотом, но от этого эта людина стала патриотом. Поэтому я говорю о том, что не надо путать, технологии по стравливанию людей и истинный патриотизм. Но это опять вытянут, когда зрада станет близко, если она совершится, и опять начнут всех сталкивать лбами. И это рабочая технология, и ничего не меняется, к большому сожалению. Да, Дмитрий, ну, будем наблюдать, все-таки, возможно, будем отмечать, когда все, что-то будет меняться. Дмитрий, спасибо за ваше время и ваши мысли. Друзья, спасибо большое за то, что поддерживаете канал, помогайте ему, ставите лайки, пишите комментарии, обязательно выскажитесь и под этим видео, берегите друг друга, добра и света. Увидимся.